я на своем водном канальчике думала пообщаться нет мячка мячка сейчас намотаю два круга и прямо отсюда на рыночек занимаемся занимаемся в любую погодку мимо меня только что в быстром темпе проходят две женщины возрастные женщины но они постоянно здесь занимаются очень быстро ходят выполняют упражнения классные классные тетечки но я думаю им где-то под 70 стройные довольно очень стройный очень и вот одна другой рассказывает я не знаю меня такое в кишечнике творится вообще такое творится а вторая быстренько и советует так ты на пару все ешь запеченные яблочки ешь ой не знаю что мне есть и вообще ничего не ем так жареной ты не ешь так и вообще не ем жареной не ем мясо я не ем я не знаю чего это у меня люди вы услышали я мясо не ем я не знаю а чего это у меня такое в кишечнике творится человек не ест мясо все в этом причина функция белка животного это какая ферментативная стройка ферментов люди у нее ферментов не хватает такой в кишечнике творится она ж мясо не ест вообще но не буду распространяться знаете как в том фильме сама 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 быстро 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 все все думайте а попробуйте поговорить с ними а таки разум не аж страшно погнали погнали меня тема жареного вообще достает вот что человек подразумевает под жареным до черноты котлета или что ну что мы едим жареное ну что яйцо на сковородке оно схватилось а белок схватился и яйцо готово котлеты сейчас только схватывают и протушивают никто жареного сейчас не ест но цепляются к жареному кто виноват навистка будем так говорить да ну вот моя дорожка лека я вот по ней всегда иду с поднятыми руками ну что погнали подняли ручки вверх боремся животиком да погнали я прибежала на свою поляночку а сейчас занимайся дождик разошелся но не страшно не страшно куртка уже мокрюще у меня воська сейчас на рыночек заскочу еще нормально не сахара не растану не ищем причинки ой дождик классно я домой находим возможности погнали 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 молодец таня молодец танечка молодец девочка вот так вот так вот так давайте давайте вот там конце начинала я потом пошла 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 вот под этим мостом и вот так самый конец там моя под поляночка поляночка с моими березками по грунтовке сегодня не ходила грязно так я здесь по плитам ну молодец станет работала все погнали спокойной душой о я спокойной душой это точно я сейчас нахожусь местной лавочки вы пожалуйста кишечки 10 метров в маленьких пакетиках чистюсенький как папиросная бумажка я покупаю сейчас для колбаски курочка обычная здесь такая близненько а здесь вот такая фермерская домашняя желтенькая красивая посмотрите какая красавица здесь индейка ребята еще не выслали ничего и вот пожалуйста какая красивая курица да можно что-то приобрести для бульончика красота прибежала со своей пробежки я еще забегала на рыночек еда у меня готова еда меня ждала сейчас буду есть и вот пожалуйста запеканка которую я готовила аж в среду среду то есть она меня ждала я не съедаю сразу на второй день на третий день нет вот правильно питаться вкусно это очень очень бюджетно вы насыщаетесь небольшим количеством своей еды не нужно топтать целый день вот я к этому только веду вот сегодня шестой день пожалуйста и вот моя запеканочка тортик анна павлова да вы только посмотрите йогурт киви сухофрукты внутри творог кокосовая стружка каприловая кислота да то есть вот такая полезная еда очень здорово очень насыщает очень насыщает ну чашечка у меня может и тарай быть здесь у меня ряженка и отруби финские отруби нордик у меня приблизительно десертная ложка все под себя вот так мы с вами вкусно стране и как же мне нравится процесс похудения и удержания веса всем приятного аппетита кто со мной у меня как всегда небольшая ремарочка за счет чего насыщение за счет клетчатки и конечно ценность калорий вот это насыщает ценность калорий обе точки буду делать не с куриной грудки даже не со свиного битка а со свиного ошейка биточки это как-то очень просто наверное сделаю сейчас крученочки с грибочками немножко подрумяню грибочки с луком и на блендер мясо у меня со вчерашнего дня замаринована соль перец и горчица крепкая горчица решила даже не пачкать блендер цельные грибочки с луком положила на мясо сейчас закручу крученочки точно так как я закручиваю голубцы обратите внимание сколько начинки это просто биточки крученочки вернее по-киевски только на луковую подушку крученки накрою сверху фольгой на некоторое время и в духовку конечно в это время солнечно на улице я затянула жалюзи но тарелочки вам хочу показать вот на этой тарелке лежат крученки с грибами я разрезал один крученек и показываю вам внутренность одна клетчатка люди грибы грибы это не белок это конкретно клетчатка посмотрите подрумянились красиво люди это вкуснотища готовьте даже не биток покупала а шеек жирный кусочек мяса вкуснотища вот свинина незаслуженно обижена свиное мясо очень хорошо усваивается нашим организмом готовьте со свининки готовьте с говядины с любого мяса каждое мясо имеет свои полезные аминокислоты это очень очень здорово лучок снизу он растопил зарастомился в духовке хорошо вот лучок больше лучка прекрасно это очень вкусно это животный белок у меня это насыщение причем мясо жирное инсулин на жирной не выделяется на постную куриную грудку больше выделиться инсулина что у меня еще у меня сегодня винегрет люди винегрет но захотелось мне буряка я целую зиму не варила ничего не готовила винегрет практически в турции захотелось бурячка но для странеющих напомню бурячок свекла это сахар вареный буряк это сахар высокий подъем сахара крови быстрый поэтому кто худеет часто не ешьте выделяется инсулин а инсулин гормон аппетита и просто вас после такого салатика будет аппетит у меня не будет нет у меня не будет я себя не держу руках нет я просто уверена его у меня не будет мясо это насыщение но хочется мы без фанатизма стране им с вами правда ну что мои хорошие буду есть кто со мной всем приятного аппетита всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться у нас с вами один формат это похудение у нас с вами стройность у нас с вами обязательно мотивация мы мотивируем друг друга вы меня тоже здорово мотивируете и конечно у нас еще тема оздоровление это неотъемлемая тема от питания это неотъемлемая тема люди мне очень нравится эта тема очень нравится я постоянно ищу какую-то информацию и хочу ой нужно рассказать людям это точно точно поможет похудение они обратят на это внимание ну то есть мне хочется поделиться у меня очень легкое было похудение я вообще очень дружу не только с весами но и с кухней и мне нравилось для себя что-то готовить я себя вот ущемленно никак не чувствовала на диете типа я худею да мне того нельзя того нельзя можно можно вот вы должны меня услышать даже если вы хотите пачку мороженого съесть съешьте съешьте вы на этой пачке никогда не наберете вес вот если растал это мороженое ваше да маленькой пиалочки да маленькой розеточки да мне мне кстати писали а что такое розетка ну это маленькая тарелочка такая приблизительно для варенья допустим да вот сколько будет этой жидкости там столовая ложка или две вы не растолстеете об этом даже рассказывал нам всем профессор силуянов поэтому побалуйте себя если хотите халвы хотите делайте дома халву еще вкуснее будет сухофруктами классная полезная насыщать будет хорошо конкретный концентрат там же и кунжут и семечки то есть там концентрат будет никакого крахмальчика никакого сахара классно классно инсулин не будет выделяться не будет аппетита высадайте маленький кусочек два кусочка вы вот так наедаетесь то есть я себя ущемленно не чувствую сегодня то же самое да вот показываю свою еду показала запеканку я хотела только обратить на ваше внимание что худеть адекватно даже не сбалансированное питание но сбалансированное это даже ближе как-то к диет питания да а адекватное питание адекватное с умом адекватные очень-очень даже бюджетно люди вы меньше съедаете вам не хочется есть за счет чего за счет того что употребляете ценность калорий вы употребляете витамины микро и макро нутриенты минералы и вам не хочется есть все пример вот пример воду вода да вы пьете воду вода пустая как говорит Леон Антонович Бокерия дитвота мертвая вода вода пустая вы возьмете воду с минералами наливаете стакан боже вы забудете о воде на 2-3 часа она с минералами или это магний ну там идет ройка магний кальций калий вы получаете минералы вам пить не хочется вы пьете мертвую воду магазиную да с газом плюс еще сода у вас сушняк вы не отстаете от бутылки не потому что вам пить хочется вот жажда вы соду пьете соду и вам хочется пить пить и пить это же маркетинг присаживают людей поэтому должна быть ценность калорий вы употребляете еды небольшую порцию вы насыщаетесь я вам показываю тарелочки напоминаю только об этом вот сейчас у меня духовочка дальше буду красная я на кухне после улицы еще духовка у меня крученки такие классные с грибами горячая духовка думаю так остывать будет пусть поработает она уже разогрелась а я яблочки заброшу туда запекаю яблочки то есть классно классно они меня больше насыщают чем сырое яблочко ну хотя сырое тоже могу себе позволить запросто запросто мои хорошие давайте сейчас с вами почитаем комментарий у нас замечательный комментарий просто комментарий написала ирочка ого информация спасибо танечка тебе доверяю на сто процентов только тебя получила мотивацию жалко выкинутые деньги отданы лже мотиватором зачем вы деньги свои выбрасываете вы мне скажите youtube это сегодня самодеятельность кому не лень хотят стену денежку цыганят здесь цыганят какие-то сертифицированные которые допустим подхудели они предлагают уже частные уроки за деньги люди цыганят ну будем общаться с вами в контакте вот пожалуйста мои координаты это все платно тайна покрыта мраком никто не знает как худеть да я вещаю вещаю а тут у некоторых тайна покрыта мраком я только вас научу как похудеть я я вам сделаю тарелочку я скажу вам что нужно есть вы что люди не ведитесь на это не ведитесь ни в коем случае сертифицированные обзывают себя это же придумать еще я сертифицированная амосов находится у гордона интервью даю да и гордон что-то хотел спросить ваши научные степени вы академик доктор наук амосов прерывает еще в таком тоне да прекратите вы дмитрий то какое-то иметь значение какая у меня степень одна или вторая какое имеет это значение а тут ниже плинтуса вот эти до бездари кричат что они сертифицированные бездари которые кричат что глютен вредно что казеин это смерти подобно или допустим медики которые имеют каналы свои вещают что они вам предложат курс по долголетию как продлить жизнь кстати этот курс стоит сто один доллар не писали у медика наслушался мосова теперь курс сто один доллар мы знаем как продлить жизнь как сказал николай михалыч старость запрограммирована а жизнь вы можете продлить только активностью николай михалов спрашивают у амосова очень помолодел инфаркт это стресс и конечно знаете что отвечает амосов не думаю то я скорее всего это безделье о точно вот такие кэндюхи вот такие животы беременные мужики все ходят да конечно не ходят они или сидят или едут за рулем машине или на самокатике или на самокатике а потом девочки страдают малый же таз не работает кровообращение нету в 30 лет сидит день в компьютере в машине а потом девочки жены страдают малый таз не работай нету кровообращения двигайтесь двигайтесь не пережирайте и не нужно будет никому платить деньги ни за какие курсы никаким сертифицированы дальше читаю классный комментарий из японии живу в японии ухты нас слушают японии люди здесь самое дешевое масло рапсовое и крупными буквами на нем написано холестерина 0 холестерина 0 крупными буквами люди это маркетинг вы видите как делают бутылка с растительным маслом ни одно растительное масло по природе не имеет холестерина зачем писать зачем писать холестерина 0 а это то же самое что на бутылке водички написать спирта 0 но то же самое на воде написать спирта 0 холестерина 0 человек читает о холестерина 0 нету берем масло берем до приезда в японию не знала рапсовое масло и стала читать о нем в интернете и ужаснулась а чем людей кормят здесь как вы правильно сказали это технические масла а подсолнечное масло здесь редкость и стоит дороже чем украине оливковые зато есть рисовое масло оно как будто полезное но конечно в разумных количествах а сала творога сметаны в японии нету очень не хватает хотя японская кухня очень полезно и разнообразно тофу бобы соевое молоко полезная рыба разные морепродукты ну и овощи зелень и очень разнообразно ой вы нам хоть напишите это молоко обычно есть может творожок сделать с обычного молочка коровье молоко там есть а то здесь пишется соевое молоко это же ужасно соевое молоко ну возьмите сою налейте воды пробейте в блендере вкусно будет так это школа просто это сколько туда добавочек положили там и крахмальчик различный и сахар там загустители да это сколько там гадости в этом соевом молочке там же есть добавочки сахар любое молоко вот это растительное оно моментально впитывается во рту в кровь вот здесь вот здесь сахара где впитываются слабо щелочной среде ферментами лаза работает слюне какая что польза а молоко коровье вы пьете лактоза на усвоение лактоза должно быть какое-то время определенное это не сахар это не тот сахар а вот этот сахар который в соевом молоке впитывается молниеносно это молочко там пользы нету не 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 люди животное молоко пейте дети молоко будете здоровы у моего дениза моего зятя да родители очень маленькие мама очень маленькая вот такая где-то 48 50 килограмм вес она маленькая на дюймовочкой папочка был такой маленький родители очень переживали чтобы мальчик их не сыночек не был маленький чтобы он вырос они поили постоянно ребенка молоком и давали молочные продукты родители маленькие а сын метр восемьдесят пять обязательно нужны молочные продукты детям молоко не соевое никак не соевое какая интересная информация пишите нам пожалуйста развивайте нас пишите как японии интересно вот творожок дома можно сделать нету творога сало сметаны но стало понятно даже сметаны а йогурты с молока коровьего есть йогурты или айра наподобие какие-то такие кисленькие напитки есть или нету напишите очень интересно послушать написала ирочка если у вас информация о зеленом чай ирочка я выборочно концовочку читаю ира я не люблю зеленый чай поэтому я ничего такого не могу сказать я знаю что это полезно что это химия профилактика онкозаболевание даже зеленый чай то есть это полезно единство что я не пью его он мне не нравится вкусовые качества какой он полезный не будет если он мне не нравится на вкус и пить его не буду не буду нет но люди пьют самое главное количество мне ближе черный чай крупный листовой если еще хорошая заварка чтобы пахла вся кухонька когда заваривается в чайничке да в заварничке как раньше да у меня только заварник только заварник я в стаканах чай не завариваю в чашках нет мне это ближе а вообще очень полезно профилактика химиопрофилактика плохих заболеваний полезно и вот еще один комментарий интересный комментарий написала ольга танечка замечательные комментарии наших девочек пишу в тему у нас всегда тема а питание это наша тема позавчера днем жарил оладьи из цельнозерновой муки пп пытание цельнозерновая мука по ходу движения съела 10 штук с удовольствием горяченькие утром на весах плюс 700 грамм 10 ладушек плюс 700 грамм мука любая она и в африке мука сейчас слушая комментарии переложил оставшиеся оладьи в пакетик и ведро отнесу котикам за домом они едят все буду как вы сказали обманывать свой мозг не мучным а ложкой варенья нет мукой вы мозг не обманете таким количеством до 10 ладушек нет ложка джема ложечка меда чайная так немножко чисто символически до пачка мороженого небольшое количество глюкозы но мука вы правильно написали это я так выражаясь мука и в африке мука мука это клей родители когда-то помните муку разводили и клеили обои зачем нам склеивать себе вот внутренности все да хороший хлеб да на здоровье вот я выпекают ржаной хлеб да выпекая люди есть у меня всегда ржаной хлеб кстати вот кусочек остался выпекая буханочку я делюсь с человеком и себе часть оставляю допустим половинку оставляю мне хватает на 15 дней 600 грамм не хватает допустим на 15 дней бывает больше у меня еще хлебцы есть я себе позволяю то есть я себя ущемленно не чувствую я муку не ем ем позволяю но минимизированном количестве допустим если хлеб у меня две хлебные единицы у меня нету диабета нет у меня сахар 4-6 ну допустим две хлебные единицы это 50 грамм хлеба не углевода углевода 25 грамм углевода 25 грамм дневная норма 50 грамм углевода то есть мы позволяем себе но в ограниченном количестве как-то, да, в ограниченном. В магазине какой хлеб? Он такой сладкий, сладкий, да, что он, допустим, бородинский или он финский, вот у нас такой хлеб из черной, черный-черный, да, но он же сладкий какой. Украинский хлеб сейчас сладкий, а хлеб должен быть кисленький, он должен пахнуть с кислиночкой. Нюхаю, ой, какие смачные. Еще чернослив у меня кусочки здесь есть маленькие, кисленьким пахнет. Дуже смачные люди. Ржаной хлеб можем позволять, знаете, не нужно вот этот фанатизм, знаете, я вообще, нет-нет-нет, правильное, правильное нужно. Небольшой кусочек мы позволяем обязательно себе. Придумали сейчас глютен, да, вот, нельзя вообще, ну, эти сертифицированные. Глютен, это такой вред, вы что, не употребляйте. История, кстати, с глютеном, это тоже маркетинговый ход на 80% люди. Ну, в основном же говорят, что глютен, это зло. Ну, допустим, как азин, это зло, да. Точно так белок, белок, молочный белок, азин. Точно так и глютен, то есть это белок зерновых. Кто хочет похудеть, с каш должен уйти. Об этом даже советовал Леон Антонович Бокерри, это академик, кардиолог. Когда он был на диете НАСА, то он похудел на 12 килограмм. Он ел мясо, овощи, рыба, овощи, никаких каш, никаких зерновых. Почему? Потому что белок зерновых долго находится в организме. Нам нужно похудеть. Нам нужны такие продукты, которые будут быстро нас покидать. Поэтому белок зерновых не должен быть в рационе худеющего человека. Конкретно, допустим, каши и еда наша. Кусочек хлеба вы можете съесть раз в два дня. Но если небольшой кусочек раз в день, допустим, небольшой кусочек, да, салом смочным. Да на здоровье вы от этого не наберете вес. А по поводу глютена люди придумали. Вот, допустим, человек говорит, ты знаешь, я ушла от глютена и так стала себя хорошо чувствовать, в плане ты ушла от глютена. Но я прекратила есть мучное. Человек стал меньше есть калорий. И дыроку понятно, ему стало легче. Калорий меньше. Лучше себя чувствует. Булками объедался. Кашами. А сейчас прекратил это есть, да. Кто-то говорит, вот продукты с рисовой муки, так это еще хуже, чем пшеничная. Рис очищенный, белый рис, да. Это же чистый сахар. Это еще хуже. Поэтому глютен это маркетинг. Вообще целиакия, такая аллергия, так называется целиакия, да, болеет всего лишь 10% населения. Остальное все нормально. Человек здоровый может позволить себе хлеб. Да на здоровье ешьте. Главное качество хлеба. Мука должна быть хорошая. Обязательно она не должна быть очищенной. Люди, мы сейчас очень много едим очищенного. У нас все очищенное. Растительные масла рафинированные. У нас все продукты рафинированные. Мука у нас тоже очищена. Должен быть грубый помол. Жить не мука. Высевок. Отруби сюда еще хороших. В это тесто, в эту муку. И у вас хороший получится здоровый хлеб. И позволяйте себе хороший здоровый хлеб. Это придумано сейчас. Лактозы нельзя. Что-то нельзя. Я нормально переношу все. Я хоть трехлитровую банку молока могу выпить. Кому нельзя, тот знает. А то так. Глютена нельзя. Лактозы нельзя. Это трюки. Чтобы вы на это обратили внимание. Ой, безлактозное молоко берем. Это так полезно. Я попробовал один раз. Боже, оно ж такое сладючее. Туда сахара насыпали. Точно так. И не подходите к отделам, где пишется. Без глютена. Нам это не нужно. Это маркетинговый ход. Они зарабатывают на этом. Сиксиллионы долларов. ЖИТО. Так это же какой-то смачный. Какой-то здоровый хлеб. ЖИТНИЙ ХЛИБ. РЖАНОЙ ХЛИБ. Раньше люди сияли не пшеницу, а рож. ЖИТО. За хатою сияли ЖИТО. ЖНИВА. Люди жали серпом ЖИТО. В'язали кулики. Складывали в такие хатки. Тоді молотили ципком ЖИТО. ЖИТНИЙ ХЛИБ. Такий сирый був. Такий смачный. Люди насыщались этим хлебом. У нас даже песня есть. Про ЖИТО. ЖИТО. Боже, какая смакота. Люди кисленьким. Смачным так пахнет. ЖИТО. Мои хорошие, у нас в Украине даже песня про ЖИТО є. ЗЕЛЕНЕ ЄЖИТО, ЗЕЛЕНЕ, ХОРОШИЇ ГОСТІЮ МЕНЕ. ЗЕЛЕНЕ ЄЖИТО, ЖЕНЦІ ЖНУТЬ, ХОРОШИЇ ГОСТІ В ХАТУ ЙДУТЬ. ЗЕЛЕНЕ ЄЖИТО, ЖЕНЦІ ЖНУТЬ, ХОРОШИЇ ГОСТІ В ХАТУ ЙДУТЬ. ЗЕЛЕНЕ ЄЖИТО, ЗЕЛЕНЕ, ХОРОШЇЇ ГОСТІЮ МЕНЕ. ЗЕЛЕНЕ ЄЖИТО ЗА СЕЛОМ, ХОРОШЇЇ ГОСТІ ЗА СТОЛОМ. ЗЕЛЕНЕ ЄЖИТО, ЗЕЛЕНЕ ЄЖИТО ЗА СЕЛОМ, ХОРОШЇЇ ГОСТІ ЗА СТОЛОМ. ГАРНІ ПІСНІ БУЛИ. ГАРНІ. ПОСПЮВАЛЫ. Ну, ТЕПИР ПОДОЛЖАЕМ. ЕЩЁ ОДИН КОМЕНТАРИЇ. НАПИСАЛА НАДЕЖДА. Як ВЫ ВАЖАЮТЕ, ЧИ КОРОСНЫЙ ІНТЕРВАЛЬНЫЙ ХАРЧУВАННЯ ВІСЕМНАЦІ НА ШІСТЬ? ВЫ ИМЕЛИ ВВЕДУ ШЕСТНАЦЕТ НА ВОСЕМЬ. ТАК, ХОРОШО. НО, ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, Я НЕ ПРИЕМЛЮ ЭТО ПИТАНИЕ, ШЕСТНАЦЕТ НА ВОСЕМЬ. НЕТ, НЕТ, НЕТ. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО НЕРВЫ. А МНЕ НУЖНА БЕЗ НЕРВЫ. НЕ ДЕЛАЙТЕ МНЕ НЕРВЫ. Я ХУДЕТЬ ТАК НЕ ХОЧУ. Вот мне захотелось вчера в 7 часов вечера, допустим, или в 8 часов, 2 кофейные ложечки, кофейные, мягкого сыра. Я подошла, взяла. Я вот так полымзила его немножко с ложечки, да. Все. Я обманула свой мозг. Все. Мне больше не надо. Вот все. Меня прет. Я должна взять 2 ложечки кофейные. Человек хочет есть. Желудочек поет песни, да. Можно что-то съесть. Пойдите яйцо съешьте. Возьмите пару ложек столовых. Творога съешьте, допустим. Да, съешьте чего-то. Или кусочек сыра вы съели. Но конкретно не есть. Нет. Нет. Если меня прорывает, я всегда смогу подойти и съесть. И вся история аутофаги, это борьба с онкозаболеваниями, это все неправда. И сам Нобелевский лауреат Исинори Асуми, это опроверг. Это конкретно была тема, как ведут себя дрожжи. Как ведут себя дрожжи в каких-то стрессовых таких ситуациях, в стрессовых реакциях конкретно. Как ведут себя дрожжи, допустим, при радиации. Как ведут себя дрожжи, допустим, облучение. Как ведут себя дрожжи в голоде. И вот допустим в научных кругах вот эта методика, она имеет плохую репутацию. Конкретно голодание, питание 16 на 8. Допустим человек занимается спортом и он на питании 16,8. У него быстрее уходит мышечная масса, что совершенно нет у человека, который на трехразовом классическом питании. И человек на классическом питании трехразовом тоже будет прекрасно худеть. Нужно знать когда и что есть. И все. Не нужно себя мордовать каким-то временем определенным. Ну то есть нужно иметь какую-то дистанцию между приемами пищи. Но 16,8 ты не можешь ничего съесть. Вот этот запрет для меня это нервы. Нет. Я не приветствую это питание. Нет. Интервальное голодание это новый модный тренд. И он интересует очень многих. И есть основания для беспокойства конкретно вот этой методики. И большинство врачей с медицинским образованием они против этой методики. Это скорее даже не методика, это система. И никаких не было исследований ВОЗ. Это серьезная организация. Никаких не было исследований, скорее даже рекомендаций ВОЗ по этому питанию. Это очень опасно. Имеет большое такое негативное влияние интервальное голодание на иммунитет. Иммунитет это обмен веществ. Иммунитет это наш метаболизм. И этот метод не может быть конкретно методом снижения веса по двум причинам. Первая причина. Вот в течение 8 часов человек много наедается. Раз. Там тоже нужно ограниченно. Ограниченно жить. Ограниченно. И потом. Это большой стресс. Это большой стресс, когда человек сказал. Нет, ты не можешь в течение 16 часов ничего есть. И сам автор этой методики не придерживается этого питания. Это о чем-то говорит. Он вообще об этом даже не знает. Это придумано все. Это очень опасно. Интервальное голодание. Это нарушение иммунитета. Это стресс. Это нервы. Это нарушение метаболизма. Это нарушение обмена веществ. Нет. Мне не нравится это питание. Нет. Я как-то подхожу к своему здоровью. К своему похудению. Очень осознанно и обдуманно. Мои хорошие. Наше время стекло. Я как всегда хочу поблагодарить всех вас за просмотры моего видео. Я как всегда хочу поблагодарить всех вас за общение, за комментарии. Обязательно пишите. Мы читаем все комментарии. И как всегда благодарна всем за лайки. Большое всем спасибо. Мои хорошие. Любите себя. Любить себя это очень классно. Любить себя это в первую очередь запрещать себе то, что тебя может испортить. Любите себя. И как всегда я хочу пожелать всем Божьего чуда. Всем хочу пожелать Божьей помощи. И каждому-каждому ангелохранителям. До встречи. Дальше будете. Субтитры создавал DimaTorzok